Видите, мы приехали, и любовь к природе к нас спасла. Мы пошли, искупались, и сразу по тречок, все, мы сняли энергию самолета. А он испугался воды, типа, здесь не купаются, холодно, то есть испуг. Нет веры, нет любви. Любовь к природе спасает, страх перед природой разрушает здоровье. Любовь к людям спасает, страх перед людьми разрушает. Ну, допустим, начальник разгневался на своих подчиненных. Ну, как бы, они его предали. Ну, какая-то ситуация такая, они его предали. Ну, накосячили, короче, и фирма там пошла под откос, разгневался. Я говорю, вас всех уволю, и все, и, ну, как бы, подписывает все, увольнительный всем. В этой фирме должен найдется, найдется один человек, у которого очень сильная доброта. Один человек. Его все уважают за эту доброту, в том числе начальник. Один человек, который ни с кем не ругается никогда. Его уважают, он добрый человек. Все вопросы решают. И в этот момент коллектив должен сказать, иди к начальнику. И он заходит к начальнику. И начальник говорит ему, что пришел, все равно всех уволю. Он говорит, конечно, Василий Петрович, правильно вы всех уволите. Это правильно, потому что мы виноваты. Я пришел просто вам сказать, что вы правы. Мы виноваты, вы хороший человек. Мы благодарны вам за все, за то, что вы заботились о нас. И то, что вы делаете, это правильно. Вот я просто хотел это сказать, и все. Спасибо вам за все. И пошел. Он уволит? Ни за что, никаких шансов. Чтобы уволить, нужно или люди, чтобы испугались, или разгневались. Если он пришел по-доброму, как уволишь? И он говорит, я все равно уволю. Он подстрекает. Он говорит, спасибо, что сказал, но все равно я уволю. И он говорит, конечно, Василий Петрович, конечно. Никаких шансов. Если вы выдержали удар судьбы, дальше ничего не будет. У меня такая ситуация была. Я изучал, как вот это все работает в студенческие годы. Меня два раза пытались выгнать из института за то, что я лекции не посещал. Вернее, посещал, но редко. В основном я ходил в клинику и лечил людей это время. Время лекций. Считал, что это для меня важнее. Ну, как бы, я не знаю, прав я или не прав, я не знаю. Но я не все лекции не посещал. Те, которые там, допустим, фармакологию сто лет, как бы, она мне нужна. Я знал, что я буду лечить с помощью вот других методов. Мне таблетки какие-то, мне это сто лет не надо. Ну, я не призываю вас так же учиться. Я просто вам говорю, что я был немножко дуповат в этом плане. Вот у меня такие были принципы. И разок меня выгоняли из института. Собрался, как бы, совет. И меня пригласили туда. Дождаться решения. Там голосование было. Если большинство за, значит, меня выгоняют. Большинство против, значит, я остаюсь. И я пришел пораньше и вот культивировал себе доброту. Принятие. Я принял, что меня могут выгнать из института. Это было трудно принять. Я принял это и доброту вот к этим людям, что они правы. Я же не ходил на занятия. И я стоял возле двери. И когда люди проходили, я смотрел на них. Вот этим взглядом принятия и любви. Ну, какое-то количество людей зашло раньше, чем я пришел. Там еще что-то обсуждали. А остальные пришли позже. Те, которые пришли позже, все проголосовали за меня. У меня там просто свой человек был. У меня потом все рассказал и все проанализировал. А все, кто пришли раньше, меня не видели, они все были против. Так я остался в институте. Ну, то есть, доброта спасает. Даже вот, представляете, обнаглел, не ходил на занятия. Вообще кошмар какой-то. И все равно Господь защитил. Потому что, во-первых, я не ходил не потому, что я ленился. Я людям помогал в это время. Я спускался в палаты там и просто всем помогал, лечил. Вот, а во-вторых, потому что я принцип не отстаивал никакой. Я просто принимал вот их правду, что у них есть своя правда, у меня своя. И я по-доброму к их правде отношусь, и они против. Они хорошие люди все. То есть, я так относился. И все. Они увидели мое отношение, и все.